Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем-всем здравствуйте. Ну, а сейчас мы прогуляемся, и я всё-таки отвечу на один вопрос и скажу, почему похвала и ободряющие слова имеют огромное значение. Ну, во-первых, потому что они приводят к поразительным результатам. Вот смотрите, слова ободрения, сказанные учителем ребёнку, они могут навсегда изменить его жизнь. Слова восхищения и признательности, сказанные супругу, могут спасти даже брак. Похвала начальника или руководителя может вдохновить человека развивать свои таланты и полностью реализовать свой потенциал. Как говорит Зиг Зиглар, бывает, что несколько искренних слов полностью меняют чью-то жизнь, но мы не всегда знаем, в какой момент это происходит. Похвала и ободрение помогают обрести уверенность, которой вообще многим не хватает, а она просто необходима. В общем, суть похвалы заключается в том, чтобы повысить самооценку человека. Разве это плохо? Дать ему почувствовать свою значимость и ценность. Таким образом, людям дать осознать свою неповторимость и раскрыть способности. В общем, мотивировать. Всегда-всегда стараюсь похвалить людей. Если вы отец или мать, на вас возложена ответственность поощрять членов своей семьи достигать новых высот. Хвалите детей, хвалите мужей, хвалите родных и близких. Если вы руководите организацией, хотите увеличить результативность труда, стопроцентная гарантия, что вы это сделаете, если будете их хвалять, хвалить постоянно и ободрять. Как друг вы имеете возможность подбадривать тех, кто переживает нелегкие времена или стремится достичь значительного успеха, не знаю, в какой-нибудь сфере. Ну а как верующий человек вы обладаете полномочиями представителя Бога на земле, поэтому проявляйте любовь к окружающим, хвалите и ободряйте, вселяя в них уверенность. Я об этом всегда-всегда говорю. И мне очень нравится, когда наши интернет-сестрёнки, к сожалению, интернет-братишки этого не делают, я не знаю почему, не хватает в них любви, они стесняются любви. И самое страшное, мужчины стесняются ободрить кого-то тёплым словом, но они не стесняются при этом проклянуть кого-то матом. Ведь мат – это язык сатаны. И это жутко. Нет, я не говорю о мужчинах, которые… Мужчины, которые в бывшем Советском Союзе, они более охотно отматерят тебя с огромным удовольствием, чем скажут комплимент или улыбнуться. Не стоит недооценивать силу похвалы. В 20-х годах прошлого века врач, консультант и психолог Джордж Крейн был такой. Он начал преподавать социальную психологию в Северо-Западном университете города Чикаго. Хотя прежде он занимался преподавательской деятельностью. Он был глубоким знатоком человеческой природы и был убеждён в том, что его студентам необходимо воплощать на практике знания по психологии. Одна из его первых групп состояла из студентов вечернего отделения, которые были старше обычных студентов колледжа. Молодые мужчины и женщины днём работали. Ну, кто-то в магазинах, кто-то в конторах, на фабриках Чикаго. А по вечерам они совершенствовали свои познания в области психологии. Однажды после занятия молодая женщина по имени Лоис, переехавшая в Чикаго из маленького городка Висконсине ради чиновничьей службы, она призналась Крейну в том, что чувствует себя одинокой и никому не нужной. «Я никого не знаю здесь, кроме нескольких девушек в конторе. По вечерам я ухожу в свою комнату и пишу письма домой. Единственное, что даёт мне силы жить дальше, это ожидание писем от моих друзей в Висконсине». Во многом благодаря тому, что Лоис поделилась с ним своей проблемой, Крейн основал так называемый клуб комплиментов, о чём он сообщил своему курсу на следующей неделе. Это было одно из нескольких практических заданий, которые он дал своим студентам в этом семестре. Вы должны применить свои психологические знания каждый день, находясь дома и на работе, в трамвае или в автобусе, где бы то ни было. В этом месяце вашим письменным заданием будет клуб комплиментов. Каждый день вы должны будете говорить искренние комплименты трём людям. Можете увеличить это число, если хотите, но для того, чтобы задать зачёт, вам нужно будет ежедневно говорить комплименты, но по меньшей мере трём людям, в течение 30 дней. В конце этого эксперимента вам предстоит написать отчёт, в котором вы поделитесь своими ощущениями. Не забудьте упомянуть о тех изменениях, которые вы заметите. Ну, в общем, такое дал он задание. И некоторые студенты Крейна, они восприняли это задание без особого энтузиазма, но промолчали. Промолчали. Другие стали жаловаться, что не представляют себе, ну вот как говорить незнакомым людям комплименты, как это можно? Ну, а третьи просто боялись, что их могут неправильно понять. Кто-то вообще считал, что было бы нечестно делать комплименты тем, кто этого не заслуживает. А если я недолюбливаю этого человека, спросил один студент, разве можно искренне похвалить своего врага? Вот такие вопросы. Ну, действительно, вот не каждый может взять и сказать врагу комплимент. Знаете, что ответил Крейн? Он сказал, что нет никакого лицемерия в том, чтобы сказать что-то приятное своему недругу. Ведь комплимент – это словесное одобрение и объективное признание какой-либо черты характера или достоинство, заслуживающего похвалы. Согласитесь, что нет людей, у которых не было бы ни одного положительного качества. Ваша похвала может вселить уверенность в одинокую душу того, кто уже готов отказаться от борьбы и совершения добрых дел. Возможно, вот сделанный невзначай комплимент окажется крайне необходимым мальчику, девочке, мужчине или женщине в критической ситуации и не позволит им сдаться. Студенты Крейна выяснили, что их искренние комплименты оказывали положительное воздействие на окружающих. А сам эксперимент положительно сказался на студентах. Лоис превратилась в общительную девушку, которая, входя в комнату, озаряла своей улыбкой все вокруг. Другая студентка, которая собиралась бросить работу секретаря в юридической конторе из-за тяжелого характера своего начальника, она начала говорить ему приятные слова. Хотя поначалу делала это сквозь зубы, в конце концов его враждебность по отношению к ней прошла. Также и ее недовольство, вызванное его поведением, исчезло без следа. И все закончилось тем, что они стали нравиться друг другу. А затем, дорогие мои, затем они поженились. В общем, клуб комплиментов Джорджа Крейна сегодня может показаться, конечно, старомодной идеей. Однако принципы, принципы, лежащие в основе, не менее здравы и эффективны в наши дни, чем были в 20-е годы прошлого века. Ключевой момент в том, что Крейн преподавал методику, которую можно назвать принципом подъемника. Строя взаимоотношения с людьми, мы можем вдохновлять их и этим помогать им поднимать наверх, ну, либо игнорировать или унижать людей, спуская их с небес на землю. Как вы думаете, что засчитается? Игнорирование или подбадривание? Я выбрала подбадривание. Я выбрала клуб комплиментов. И всем советую вступать в наш этот клуб. Крейн учил своих студентов проявлять инициативу. Он говорил, мир жаждет признания. Каждый человек ждет комплиментов. Каждый. Кто-то должен сделать первый шаг. И начать нужно с приятных слов в адрес своего друга или коллеги. Психолог Крейн разделял позицию политика Бенджамина Франклина, который говорил, мы должны отвечать как за неуместные слова, так и за неуместное молчание. Пять психологических моментов, которые нужно учитывать, если вы хотите ободрять других. Вы обладаете невероятной силой, способной изменять жизнь. Я в этом убедилась. Я наблюдаю и я развиваю это. Мы можем очень мощно менять жизнь окружающих нас людей. Ободрение может переломить конкретную ситуацию, даже стать поворотным пунктом в чьей-то жизни. Открыть перед человеком новые перспективы. Трудно вдохновлять людей, не понимая, что им это нужно. Именно воодушевляет их то, что мы их вдохновляем. Им это придаёт силы, им даёт это стимул двигаться вперёд. Изучайте психологию, наблюдайте за людьми, чтобы понять это. А для начала возьмите на вооружение несколько пунктов. Во-первых, первый пункт – это то, что люди хотят признания. Они хотят этого. Второй пункт – это то, что люди не волнуют ваши знания. Они хотят знать, что вы волнуетесь о них. Третий пункт – обязательно запишите. В теле Христа нет одиночек. Четвёртый пункт – ободряющий одного воздействует на многих. Пятый пункт – Бог любит каждого человека. Каждого без исключения. Я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока. Ободряйте друг друга. И, конечно же, вступайте. Вступайте в наш клуб, в клуб комплиментов.